Собакам и кошкам снова запретят свободно разгуливать по улицам. Депутаты хотят узаконить эвтаназию для бездомных животных. В первую очередь убивать будут больных и агрессивных четвероногих. И это при том, что еще два года назад приняли совершенно противоположный закон бродячих псов стерилизовать и снова отпускать на улицу. И вот новые правила. Разбиралась в них Алтын Мендебаева. Во многих алматинских дворах свободно разгуливают бездомные собаки. Питаются они из мусорных контейнеров. Жители жалуются, что некоторые животные проявляют агрессию. Горожане опасаются, что они в любой момент могут кинуться на человека. И такие случаи за последнее время случались неоднократно по всей стране. Так, в прошлом году уже на узене бродячие собаки изуродовали 4-летнего мальчика. Тогда жители города пришли к Акимату, требуя найти управу на бродячих животных. Чудовичная трагедия произошла и в Актобе. 12-летнего мальчика насмерть загрызли собаки. Изувеченное тело нашли на стройке. В этом же городе очередное происшествие. Свора собак напала на 13-летнюю девочку, когда та возвращалась домой из школы. Депутаты считают, с агрессией бездомных животных нужно бороться. Они предлагают вернуть эвтаназию. Если собака проявляет агрессию или болеет, то мы должны дать возможность местным властям принять срочные меры. К примеру, если бродячая собака 15 дней пролежала в спецприемнике и никто ее не забрал, то будет применяться эвтаназия. А если это домашняя собака, то она ждет хозяина 60 дней. Если он не приходит, то собака отправляется на эвтаназию. Количество бродячих собак не уменьшается, а агрессии не стало меньше. Эвтаназию животных отменили два года назад, когда вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Бродячих собак и кошек должны были вакцинировать, стерилизовать и отпускать на улицу. Но зоозащитники говорят, на деле эти правила не соблюдались. Необходимо, чтобы была распространена стерилизация, причем не только бездомных, а именно тех домашних, которые уже не должны плодиться и не приносить животных, которые в будущем станут бездомными. Если бы деньги выделялись на стерилизацию, на просветительскую работу, которая сейчас вообще не проводится, то я думаю, что через несколько лет мы имели бы результат значительно лучше. Владельцев животных тоже ждет ужесточение правил. Им запретят выбрасывать питомцев на улицу и обяжут пристраивать в пункты временного содержания. Как за этим будут следить, пока не ясно. Новые правила могут заработать уже через пару месяцев.